Привет, друзья! Еду на хоккей. Большинство из вас наверняка спит, но вы знаете, я все эфиры выкладываю потом на YouTube. Когда я впервые начал проводить стримы у Юры Спасококотского, он меня пригласил. Сейчас уже прошло три стрима. Я знаю, что многие из вас, мои подписчики, были против или, по крайней мере, не советовали мне этого делать по той простой причине, что вам не нравится Юра, вы высказывали различные обоснованные или нет, не знаю, претензии. Но, друзья, хочу вам сказать следующее. Когда мы начинаем дискутировать, общаться с людьми, которые имеют другие взгляды, другой подход, неважно, к тренировкам, еще к чему, к бизнесу, к жизни, выигрывают от этого все. Ведь никто не будет спорить, что именно в дискуссиях рождается истина. Все люди показывают, кто что он стоит. В последнем стриме вы сами это видели. Как бы человек не пытался показать, что он хорошенький, добренький, но все равно сущность проявляется. И в защиту Юры хочу сказать, что все-таки человек, мастер спорта, бодибилдинг и в самой сложной федерации IFBB или, скажем так, в самой многочисленной, в самой популярной в мире федерации. Все это очень и очень на самом деле важно. И чему то можно научиться у любого человека. Кстати, последний стрим, где был Дмитрий Головинский, да в принципе он на всех стримах был с моим участием. Мне очень понравилось, он привел своего друга Салима. Чисто теоретика в плане тренинга он, насколько я понял, занимается тяжелой атлетикой, что тоже близко может быть нам и пауэрлифтером и бодибилдером. И мы должны взять кое-чему у них учиться. Чему стараюсь научиться я у других видов спорта? Особенно у таких, как тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и чего нет, к сожалению, в бодибилдинге. И что я постоянно пытаюсь донести до вас, мои зрители, читатели, через статьи, через видео, через ответы на вопросы и, естественно, через книги, которые я написал, которые вы можете заказать, купить в электронном печатном виде, почитать, изучить. Будет полезно и приятно. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги о женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления. Все мы чему-то учимся. И вот то, что у каждого вида спорта, посмотрите, у каждого, есть четкая методология, как минимум, да? Есть теория, есть практика. Все структурировано. И только бодибилдинг почему-то считается, что каждый должен подходить по-своему. Супер какие-то мы все индивидуальные. Но это, друзья, на самом деле не так. С точки зрения питания, да, соглашусь, но никто со мной спорить не будет, что и в других видах спорта питание тоже индивидуальный подход. Индивидуальный подход в тренинге бывает только у людей, которые испытали какую-то травму, восстанавливаются после чего-либо. Либо необходимо повысить какой-то один вид физического качества, да? Вы знаете наши физические качества. Это сила, гибкость, выносливость, скорость. И вот с этой точки зрения нужно подходить и к бодибилдингу. Вы знаете, что я рекомендую сам придерживаюсь и все мои ученики проходят через определенные ступени. Это такая своеобразная школа, силовой фундамент, база, где мы пошагово, структурировано пытаемся и достигаем каждый в свое время, каждый, каждому требуется на это определенное время, достигает определенных силовых показателей. И в приседах, и в становой тяге, и в подтягиваниях, и в отжиманиях от брусьев. И каждый может этого достичь. Друзья, стыдно становится за парней, которые не могут подтягиваться, не могут отжиматься от брусьев. В свое время я испытал точно такой же стыд на себе, когда, не помню в каком классе, классе пятом, мне пришлось перед всем классом подтягиваться, сдавать нормативы, и я смог подтянуться всего четыре раза, с величайшим трудом. Я тогда очень-очень сильно расстроился, мне было стыдно. И я попросил отца, а должен отдать должное своему бате, большое спасибо. Он всегда, несмотря на то, что мне по состоянию здоровья моего запрещали всегда заниматься спортом, кроме шахматы, большого тенниса, и настольного тенниса. И это правда. Я проходил через всевозможные крюки ада, чтобы заниматься каким-либо видом спорта. Нужно было убедить маму, мне в этом помогал отец, нужно было... Ну, вы понимаете. И отец сделал мне турник, такой своеобразный турничок, шведская стенка, вы все это знаете. Но прикрутил он ее не к стене, как это положено, а у нас такой был большой коридор между всеми комнатами, можно сказать, бесполезный коридор, и он там его прикрутил к потолку, оставив сантиметров 20 до потолка, расстояние. И я, друзья, каждый день подтягивался. Не один раз, а вот проходил по коридору в туалет, подтянусь, иду обратно, подтянусь, иду поесть, подтянусь. И довольно-таки быстро, за месяц, я стал подтягиваться 10 раз. Серьезно, за месяц я стал подтягиваться 10 раз. После этого подтягивания стали, ну, не скажу, что моим любимым упражнением, но я регулярно, на постоянной основе делал их. Отжимался от брусьев реже, но тоже отжимался. Показатели были хорошие, серьезные. Мы, скажем так, с друзьями за тренировку, ну, уже когда нам было там по 15-16 лет, делали в качестве разминки 5 подходов по 30-50 раз. Понимаете, да, насколько мощно мы как бы продвигались в подтягиваниях. И я видел людей, которые без всякой фармакологии, только подтягиваниями и отжиманиями от брусьев, делали себе мощнейшие, мощнейшие бицепсы и трицепсы. Почему я постоянно советую обратить внимание на гимнастов? И почему я говорю о том, что если вы не умеете подтягиваться, там, 5 по 10, если вы не можете отжаться, 5 по 15 даже от брусьев, хотя это тоже очень мало, то вам нет смысла качать бицепсы концентрированными сгибаниями. Вам нет никакого смысла в том, чтобы начинать делать жим лёжа. Я знаю, многие не соглашаются со мной, но это, друзья, то, во что я верю, это моя система. И этому я учу вас, учу своих учеников. И вы можете увидеть, что многих, на многих это работает. Работает прекрасно. Это всё видно в комментариях. И даже те, кто начал тренироваться, скажем, полгода назад или год, возвращаясь даже на первую ступень, показывают больший быстрый прогресс, нежели те, кто тренируется по общепринятым качковским схемам. Для меня это смешно. Но, тем не менее, я уважаю всех людей, кто тренируется. Но нужно развиваться, нужно обучаться. По поводу того, что сказал Салим на стриме, некоторые стали спрашивать, что наша система периодизации, особенно те 260, сколько у нас там людей в закрытой группе, в которой мы с вами тренируемся по моим принципам периодизации, основанным на каждом типе мышечного волокна. Нет, друзья, Салим как раз-таки ничего не опроверг, а только подтвердил. Периодизация необходима. Единственное, я всегда говорю, утверждаю и на самом деле уверен в этом, что центральная нервная система тоже утомляется. Но даже если она не утомляется, как считает Салим, а утомляется наша эндокринная система, то вы понимаете, от гормонов зависит все. Наше с вами настроение, желание противоположного пола, наша сила, масса, все зависит от этого. И поэтому с этой точки зрения совершенно не важно, важна периодизация для центральной нервной системы или важна периодизация для эндокринной системы. Здесь каждый для себя может сам определиться, что ему первично, что важнее. Важно, извините за тавтологию, то, что периодизация, это то, что позволяет нам с вами разгружать наш с вами организм. Пусть это будет не со стороны центральной нервной системы, а со стороны эндокринной системы, не так важно. Но эндокринная система, если будет перегружаться, вы тоже понимаете, начнутся сбои. И если перегружается центральная нервная система, мы просто, к примеру, будем испытывать недомогание, чувство перетренированности, нежелание тренироваться, то если перегрузить эндокринную нервную систему, могут начаться реально серьезные проблемы со здоровьем. Реально. Что сказать по поводу стримов? Друзья, многие считают, что не стоит мне туда ходить, но я хожу туда, во-первых, потому что все-таки я верю Юре Спасококотскому. И верю в каком плане. Мы с ним договорились, что будем привлекать, создав какую-нибудь такую банду. Ну, надеюсь, наши распри с Димой там не перерастут во что-то реально серьезное. Мы будем продолжать общаться, по крайней мере, на стримах. И мы с Юрой хотим создать такую базу тренеров, где можно будет делиться информацией. Почему мне не нравятся всякие зарубы или вот такая ругань во время стрима или во время какой-то другой трансляции, не важно. А потому что теряется то, ради чего, в принципе, все это делается и создается. А создается это все для того, чтобы люди, достигшие определенных результатов, а никто не будет отрицать, даже если не брать меня, что Дмитрий Головинский с его силовыми показателями и то, что показывают его ученики, неважно, верим мы в то, что натуральный это тренинг или нет, достойно как минимум уважения. И чему-то мы можем с вами поучиться. Юра Свасококотский тоже человек, во-первых, первый человек на русскоговорящем ютюбе, кто стал фитнес-блогером, хотя я не считаю себя фитнес-блогером, я вообще впротив слова фитнес. Юра все-таки, повторюсь, мастер спорта по бодибилдингу IFBB. Выступающий спортсмен, выступал на соревнованиях и сейчас участвует в зарубах, в отличие от меня. Кстати, недавно американский проект, мотиватор, наберите в ютюб, посмотрите, приезжал, он снимает про успешных людей, рассказывает в разных сферах. Приезжал в один из моих залов, где мы проводили зарубу. Это единственная, на мой взгляд, заруба, которая полезна и, посмотрев которую, вы получите какой-то полезный опыт, а не просто хайп, не просто удовольствие от того, кто кого заломал, кто кого унизил, кто кого уничтожил. Посмотрите, кстати, и отпишитесь мне. Еще есть такой канал, Дэнни Монтана, где выложена эта заруба чисто отдельно, отдельным видео. Посмотрите, может быть, я выложу у себя на канале тоже. И оцените, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Так что, друзья, я думаю, что все-таки вы понимаете мой посыл. Приходя на стрим к любому другому блогеру с тем более такой обширной аудиторией, как у Юры, я имею возможность доносить свои мысли, свои идеи до другого контингента людей, которые, возможно, никогда и не слышали обо мне. Я все-таки не настолько известный блогер, чтобы говорить о том, что все, о чем я говорю, доходит до всех. Такого, в принципе, невозможно. Ну и нравиться всем невозможно. Кстати, я не стремлюсь кому-либо нравиться или не нравиться. Это не моя цель, тем более, что всегда по жизни, начиная с детского садика, я не вызывал ровных эмоций ни у кого. Либо меня любили, души во мне не чаяли, либо меня ненавидели. И это было в школе, это было потом везде. Не знаю, с чем это связано, но я считаю, что это нормально, потому что не может. Человек нравится абсолютно всем, но не может. Ну, разве что, если это не такие культовые личности, как Арнольд, Динамит. И, естественно, даже у них есть свои хейтеры, поверьте. Что касается вот этих вопросов, недопонимания с Дмитрием Головинским, здесь отдельная тема. При всем моем уважении к его силовым показателям, мне кажется, что он ведет себя не совсем корректно. И вы видите, я это говорю не за спиной, я говорю это открыто и прямо. Но, тем не менее, человек такой, человек высказывает свои мнения, человек тоже, на мой взгляд, не говорит нигде ничего за спиной, но очень умело умеет передергивать, умеет уходить от вопросов, переворачивать все с ног на голову, но это тоже такое умение, у которого нужно поучиться. Чему можно научиться у Юры? Посмотрите, я поражаюсь, кто бы как не пытался задеть, унизить, обозвать Юру, никогда Юрий не отвечает негативом на негатив. Или кто-нибудь когда-нибудь видел его агрессивным. Понимаете, это великое искусство. Я постоянно себя настраиваю на то, чтобы не выходить из себя, не беситься, не отвечать людям на провокации, на провокационные агрессии, но не всегда у меня это получается. И это нехорошо. Мы с вами должны себя контролировать. Я прям помню свой период жизни, когда у меня вот случился такое изменение в моем психологическом характере. Не знаю, с чем это связано. Я пытался анализировать. До поры до времени я был очень-очень спокойным. Вывести меня из себя было невозможно. Просто нереально, друзья. Что случилось, не знаю. Нужно возвращаться к этому. Может быть, потому что я раньше занимался единоборствами, больше занимался восточными практиками. Водибилдинг все-таки немножечко другое. Тем более, когда переходишь на темную сторону, все урлит, все в организме в таком коктейле. Вот это, кстати, мне не нравится в этом плане. Все остальное, в принципе, меня устраивает. Не говорю слова «пока», потому что надеюсь, что так будет продолжаться. И, как вы видите, все равно какие-то свои мысли я могу доносить. И вы видите, что в стримах рождается истина. Салим подтверждает только мои слова, что периодизация нужна. Вы видите, я не отхожу ни на каких стримах от своих убеждений, потому что нахожу подтверждения их. И это не те подтверждения психологические, которые описывают психологи, когда мы пытаемся вытащить из контекста все то, что схоже с нашими идеями, с нашими мыслями, что мы хотим услышать на самом деле. Хотя такое тоже есть, и на это нужно обращать внимание. Но я думаю, что такие стримы помогают именно вам, зрителям, оценить то, кто насколько адекватен и верен именно своим идеям, своим принципам. Принципам и идеям я сейчас имею в виду относительно узконаправленно по вопросам тренинга и питания. Питание – вопросы немножечко другие. Повторяюсь, это совершенно уникальная отдельная тема. Все мы в питании действительно разные, и очень много людей даже к похудению, жиросжиганию приходят разными путями. Совершенно разными. Но все-таки основная база понятий, правил, которые работают, существуют, есть, она действует, вы это видите, особенно те, кто переходит на те рекомендации, которые я даю относительно питания, когда мы строим наш дневной рацион через призму инсулина. На мой взгляд, это самый на сегодняшний день актуальный подход, который и подтверждается научно, и все ведущие диетологи мира соглашаются с этим. К этому, наверное, тоже стоит прислушиваться. Особенно, что это работает. Вы видите, что БЦА работают, и самое главное, вы понимаете и видите, что периодизация нужна как воздух. И я говорил всегда, что в первую очередь натуральному атлету. Но, как показывает практика, она также необходима и человеку, тренирующемуся не натурально, не совсем натурально, скажем так. Это очень и очень радует. Радует то, что многие люди, пусть и через какие-то конфликты, узнают о том, что есть такие мышцы, что, вернее, мышцы делятся на классификацию. И, по крайней мере, со стороны того учебника, который я изучаю, который я вам показывал, главная классификация для спортсмена. Это фазические и тонические мышцы. Понимая, что это такое, как это работает, вы, в принципе, будете понимать, как грамотно строить свои тренировки. Для того, чтобы в первую очередь, друзья, не навредить себе, а если вы инструктор, тренер, взяли на себя смелость, ответственность, тренировать, извините, взяли на себя смелость, ответственность тренировать других людей, то это первостепенная задача изучать, изучать те материалы, ту информацию, которая позволяет идти и строить планы тренинга, именно, в первую очередь, с точки зрения сохранения и улучшения здоровья, особенно, что касается позвоночника. Естественно, мы никто не хотим получить травму и других мышц, но никто не будет отрицать, что самая большая проблема современности, сидячий образ жизни делают свое дело, и уже боли в пояснице, неважно, из-за грыж или из-за каких-то других причин, опустились настолько низко, что уже школьники в средних классах имеют эти проблемы. Раньше о болях в пояснице не заговаривали раньше, там, возраста за 25, далеко за 25, уже под 30 лет. Делайте выводы. Я очень благодарен, друзья, что вы смотрите мои видео, что вы поддерживаете меня во всех моих начинаниях. Я понимаю, что я могу заблуждаться, что я многого не знаю, что мне еще многому чему есть учиться. И в первую очередь именно создание видеороликов, статей, книг тем более заставляет человека развиваться, учиться, изучать материалы, которые только можно найти, которые сложно найти. Это, друзья, очень и очень важно. И, естественно, вы мотивируете нас на все это. Помните всегда о том, что на начальном этапе тренинга вы должны построить силовой фундамент, заложить силовой фундамент, если хотите. Это ваша прямая обязанность, то, к чему вы должны стремиться. По достижению определенных силовых показателей, которые описаны у меня в статье, ни в одной, для девочек, для мальчиков отдельно. Видео есть, снятые на эту тему, тоже отдельно для парней, отдельно для девчонок. И, естественно, в книгах все это тоже дано. Многие упрекают меня за то, что я сейчас в каждом видео рекламирую свои книги. Друзья, для этих неадекватов я поясню все-таки, почему я это делаю и почему я имею право это делать. Во-первых, вы получаете от меня колоссальное количество информации, совершенно бесплатно. Уже снято больше тысячи видеороликов на моем канале за 4 года его существования. Посмотрите, у кого больше. Тысяча с лишним видеороликов. Огромное количество статей. Все это бесплатно. И, неужели вы считаете, действительно, напишите мне в комментариях, это очень важно, что я не могу, не должен делать рекламу книг, своих книг, своих видеороликов. Для вас это ничего не стоит. Просто 30 секунд максимум перемотать или прослушать. Пусть вам будет тяжело, но вы их прослушаете. Если вы не хотите, друзья, то давайте тогда поступим грамотно. Скидывайтесь тогда деньгами, чтобы я заказывал рекламу своих книг у других блогеров. Но это же нелепо, правильно? Мне нелепо просить на это деньги у вас, а вам нелепо, некрасиво по отношению ко мне или к любому другому блогеру говорить о том, что много рекламы. Друзья, ну, я даже не хочу дальше это комментировать, потому что все адекватные люди, зрители, понимают это без объяснений. Это я, возможно, говорю для малолеток, которые еще не все понимают в этой жизни, у которых в голове ветер. Но раз вы находитесь на этом канале, это уже большой плюс. Говорит о том, что вы пытаетесь развиваться, пытаетесь получать информацию. Пусть вы можете не доверять ей, это тоже правильно, грамотно. Нужно любую информацию пропускать через призму логики, здравого смысла. И наш век, о чем я еще хочу давно уже поговорить, очень много информации, реальной информации выше крыши. Изучить, запомнить все, ну, просто нереально. Только люди с определенным складом ума могут себе это позволить. И насколько это важно, когда вы можете в любой момент открыть у себя в смартфоне приложение, Google, сайт и почитать о чем-то. Самое главное иметь понятие, знание о том, что что-то существует. Если вы что-то где-то забыли, вы всегда можете это повторить, прочитать. Главное, друзья, понимание. Потому что можно иметь знание, но не иметь понимание. Простой пример из наших с вами любимых или нелюбимых стримов. Обратите внимание, сколько всего говорится о тренинге на окислительные мышечные волокна, на гликолитические, промежуточные. Ну, очень море информации, да? Но подается она так даже с Алимом, что все люди понимают ее по-разному. Реально. Мы с Юрой общались, он совершенно по-другому делал статодинамику, понимая ее по-своему. Я делаю по-своему. Но это не значит, в принципе, что мы кто-то делает неправильно. Вот в чем проблема современного мира. Мы говорим о многих вещах. Каждый, имея понятийный аппарат, совершенно разный. Простой пример. Когда я говорю экстензия, я подразумеваю упражнение, когда вы закрепляете ноги в станке и двигаетесь корпусом. Что во всех русскоговорящих странах называют гиперэкстензией. Для меня же гиперэкстензия это станок, который реально необходим. Самый важный станок в любом зале, в любом спортзале, в любой квартире даже я скажу. Потому что именно только этот станок способен воздействовать декомпрессионно на позвоночник, на поясничный отдел позвоночника. Это убережет вас от проблем с поясницей, если их у вас нет. Это вылечит вас и всю вашу семью, если у кого-то есть подобные проблемы. И это первое, что вы должны требовать от директоров, администраторов в своих тренажерных залах. Не стесняйтесь, поверьте, если вы заберете человек 100, которые подпишут петицию, что вам необходим этот станок, здравомыслящий любой владелец зала это купит. По крайней мере, я говорю так о себе, потому что, когда ко мне подходят люди и просят тот или иной станок, и если это не один-два человека, а три хотя бы, то мы покупаем подобный станок. И вы видите это все в видео. Нам, конечно, позволяют площади. У нас один из самых крупных тренажеров зала в Америке. И не только в Штатах. Площади у нас очень много. И еще есть очень много свободного места, где можно поставить тренажеры, которые мы, в принципе, планируем докупать. Так что, друзья, не стоит никогда никого обсирать. Употреблю это слово. Тем более, когда вы сами ничего не делаете. Не ведете блог, не пишете статьи, не снимаете видеоролики. Всегда старайтесь чему-то научиться. Ведь в этом-то и весь кайф. Нет человека, у которого нельзя чему-то научиться. Даже у самой последней дряни, которая ведет совершенно аморальный образ жизни, можно научиться. Вы спросите, чему? А я скажу, тому, что хотя бы не стоит так жить. Старайтесь находить везде позитив. Везде находите зерно, ради которого вам в жизни попалась та или иная книга, ситуация, человек. Никогда, друзья, и этому мне нужно учиться тоже, в первую очередь, не пускайте негатив к себе в душу. Наоборот, благодарите жизнь за то, что она дает вам такие бесценные уроки. Поверьте, чем сложнее ситуация в вашей жизни, тем грамотный человек больше, полезнее вынесет из нее пользы. Вот и все. Вот на каких людей мы делимся. На тех, кто является охотником, ловцом позитива, всего полезного, даже в самом говне, извините за выражение. И на тех, кто живет среди роз, но все равно видит говно. Я уже не раз говорил, да, что мы делимся с вами на мух и на пчел. Так вот, я хотел бы все-таки быть пчелой. И чтобы мое окружение в большинстве своем были пчелами. Гулять, порхать среди цветочков, да, а не на помойке. И я уверен, что все вы, кто смотрите сейчас это видео, или будете смотреть потом, и даже те, кто не смотрит это видео, все хотят одного и того же. И поверьте, не стоит делить людей на нации, на принадлежность какой-либо вере, потому что это неправильно. Неправильно с точки зрения того, что это выгодно тем, кто управляет этим миром. Реально. Разделяй и властвуй. Не забывайте эти слова. А говна хватает среди всех. Среди любой нации есть говно и есть нормальные положительные люди. Поверьте, моему жизненному опыту я сталкивался с этим уже не раз. И наверняка еще столкнусь. спасибо за то, что смотрите. Не забывайте, что вы можете писать комментарии. А в комментариях вы должны написать тот вопрос, который вас интересует. Должны с той точки зрения, если хотите, получить на него ответ. И на многие, вы видите, я снимаю даже видео ответы. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас к каналу. Как всегда, увидимся в тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok